Всем привет! Чувствуете, чем-то пахнет? Это, по-моему, вторая часть рубрики «Вопрос-ответ». Первая часть вам очень зашла, и я просто не мог не выпустить вторую. Обязательно пишите ваши вопросы в комментариях под этим видео, чтобы попасть в следующую часть. Ну и, конечно, не забудьте клацнуть по кнопке одобрения и превратить кнопку «Подписаться» из красной в серую. Я слышал, это принесет удачу. Нужно будет проверить. Ну а мы начинаем! Первый вопрос. Прекрасное видео. Посмотрела с огромным удовольствием. Есть вопрос. Как долго надо учить партии в балете до выхода на сцену? Большое спасибо. Я очень старался. Я думаю, это очень зависит от того, какую партию ты исполняешь. Например, в моей жизни был опыт, когда я выучил 40 минут чистого танца, чистого нахождения на сцены с очень сложным порядком, он еще был какой-то модерновый, за две бессонные ночи. Я тогда до 4 или 5 часов ночи, уставившись в смартфон, пытался все это заучивать, потому что вот-вот спектакль, человек вылетел, а я должен встать. Еще очень прикольная штука, что когда мы учим порядок с телефона, нам приходится инвертировать, отзеркаливать. То есть, типа, вот мы держим телефон, и нужно вот так. И за 5 или уже 6 лет работы артистом балета, я не помню сколько, у меня мозг уже автоматически начинает отзеркаливать порядок. И я, смотря запись, уже сразу понимаю, где я стою. Вот это навыки у меня рождаются, конечно, неожиданные. Но также у меня был опыт. Я, например, танцевал в «Лебедином озере принца», и там я готовился к партии 2 месяца. То есть, если бы просто порядок учить, можно выучить за недели-две, но когда у тебя такая объемная работа, тебе нужно подготовить и образ, и технику, и еще много чего. В общем, все зависит от того, какая у тебя партия, и при каких условиях ты начинаешь к ней готовиться. Самое интересное, это, конечно, неожиданные влеты, когда тебе за 2 дня говорят, что ты танцуешь вот это, и ты ничего не знаешь, и ты должен все выучить максимально быстро. Сначала я такие штуки очень боялся, и ни в коем случае не хотел в них попасть, потому что это огромный стресс. Но сейчас, если честно, мне даже отчасти это нравится. Это такая, знаете, проверка себя. Бывают, что партии вообще разучивают на протяжении, там, 5 лет условно. И они не просто учат порядок или исполнение движений, просто артисты иногда созревают до определенной партии. Ну, в общем, как-то так. Переходим к второму вопросу. Спасибо за выпуск, Олег. Насколько, по вашим ощущениям, отличается атмосфера в Мариинском театре и в Немировича-Данченко? Если честно, очень сложно сравнивать. Давайте я по очереди попробую рассказать какие-то нюансы театров. Мариинский театр – это конвейер. Спектакли там идут каждый день или через день, иногда 2 в день, 3 в день. То есть спектакль сменяет спектакль. Это все нужно репетировать, максимум 1-2 репетиции на спектакль. Гораздо больше людей, то есть, типа, в таком потоке о тебе могут просто вообще забыть. И так как театр с мировым именем, им нужно поддерживать планку. На тебя могут наорать, на тебя могут накричать. Это, в общем, в порядке вещей. В театре Станиславского же все иначе. Спектакли там идут гораздо реже, где-нибудь 7, максимум 9 спектаклей в месяц, а то, бывает, и вообще не идут. А репетиций там гораздо больше, чтобы как-то занять процесс, чтобы мы хоть что-то делали, напрягались. Атмосфера там более вальяжная, что ли. Но мне это на самом деле больше нравится. То есть в Мариинском театре на тебя какой-то постоянно прессинг. Не знаю, психологический, существующий или нет, тоже непонятно. Но постоянно на тебе какой-то прессинг, что ты какой-то немного не такой. В театре Станиславского я это не ощущаю. Принимаю себя таким, какой я есть. Ну что ж, давайте звонить Мурику. Здрасте. Так, а почему у тебя не перевернутая камера? Как не перевернутая? А, так? Ну давай так, так лучше. Ну, в общем, здравствуйте, у вас там солнце? Да, у нас тут не то что солнце, у нас тут жара начинает. У вас там прекрасно, в общем. Не буду очень задерживать ваше занятое время, по-быстрому отделаемся блиц-вопросом. В стиле Юрия Дудя. Ну давайте, первый вопрос, каково вам в Мексике? В Мексике шикарно. Посмотри, просто солнце, вышел я уже сейчас, сколько, 20 градусов, 25 вроде даже. О, Господи. Вот, и непривычно, когда ты просыпаешься, от того, что тебе в глазах светит солнце. Ну да, Россия таким вообще не похвастает. Да ладно Россия, но в Питере точно нет. Ну да, да, да. Вот. Ну я даже сейчас подумал о том, что вот ты мне сказал, я вообще вспомнил про блог, я подумал, блин, мне придется сюда приехать как-то на полгода летом, вот. И, сейчас, подожди. Тут лето полгода идет, как я понял, да? Здесь лето идет всегда. О, это прекрасная страна. Да, но мне, я подумал, что знаешь, я сейчас много смотрю американского блогера, который все на улице снимает, у него все красиво так. И вот у меня же то же самое, я могу все на улице снимать, потому что так реально качественный контент куда лучше заходит. Ты снимаешь блог, кстати, какой-то? Что-то записываешь? Вообще не снимаю, потому что я взял камеру, но забыл зарядку. А, так мексиканскую дешевую купи. Да, так у меня есть зарядка подходящая, но она не заряжает. Прокрастинируешь, короче, да? Должна от Sony, если бы, да. Вот, и, но я обязательно сниму. Я, в общем, у меня через 5 дней день рождения, пользуясь случаем. Вот. И поэтому я, я надеюсь, ты вылезешь дома, вот я уже... Нет, это видео выйдет не скоро. Вот, значит, я уже старый посмотрю это. Блин, они теперь смогут понять, типа, когда я снимаю это видео. Точно. Ну да, но ничего, нормально, все знают, что заранее снимаю. Угу. Вот. Но к чему я это? То, что я хотел поехать последнюю неделю на моря, потому что я 2 марта уже возвращаюсь. Вот. И я хотел поехать на моря, поплавать, день рождения отметить. Но вот сейчас поменяю еще планы, и в итоге мы остаемся здесь, и я прямо в день рождения полечу только туда. Но, возможно, вечером уже буду на море. Ну, тоже круто. Да, потому что у нас мы улетаем, я сейчас в Мексике, прямо в центре страны, но мы улетаем с края, там, где Канкун, да, то есть на море. И до туда лететь 4 часа только. Блин, жесть. Вот. А вот ты слышишь, я не знаю, голоса? Да, сирена какая-то? Это еду на улице развозят. Ага. Че он сейчас проедет? У нас ковид также озвучивают. Вот смотри, он сейчас едет. Блин, я думал, там что-то угрожающее. Там танк какой-то. О, он попал в мой блок. Смотри на ютубе, чувак. Так, ладно, Мурик, давай дальше. Не скучаешь по России? Он мне вот так показал. По России нет, вообще пока не скучаю, потому что меня в России ждут пока одни и дни. Проблемы? О, да, я понимаю тебя. Смотри, диплом раз, экзамен 25 марта, два, мастер-класс с тобой три. Ну ладно. Это не проблема, это наоборот. Это не проблема, это задача. Ну, короче, я единственное, почему я хочу в Россию, это приехать к тебе в Москву, сделать этот мастер-класс, потом, чтобы ты приехал в Питер сделать еще один мастер-класс. Вот, а так вот я реально вот... А, и еще самое, почему я каждый вечер скучаю, это по Роксе. Потому что я реально, я, знаешь, когда у тебя кошка вот появилась, я, наверное, еще пока, может, не так сильно это понял, но вот у меня, мы с Рокси, у нас традиция, я вот засыпаю, так ее обнимаю, мы лежим вместе засыпаем. И вот тут мне этого очень не хватает. И я реально не думал, что я могу скучать по кошке, потому что я, знаешь, там, привык с детства без родителей жить, там, или... Ну, вообще, вдалеке от семьи. Вообще скучать... Вообще никогда не скучаю ни по кому. Вот. А тут по кошке так соскучился вообще. Блин, слушай, я тебя сейчас все больше понимаю. Я тоже в этот комок шерсти начинаю влюбляться. Но мучаю ее много. Это очень прикольно. Это, я реально, я прям смотрю твои эти видосы, и ты такой, все чаще начинаешь что-то снимать. Но, блин, они такие милые, особенно когда маленькие вообще. Вот. Ой, сейчас полиция наедет. А, нет, уже проехал. Так, давай следующий вопрос. Подожди. У нас не так много времени. У меня просто видос 50 минут будет идти. Смотри, скучаешь по театральным будням? По театральным будням. Вообще все, что связано с театром. Когда у меня начинается плохое настроение или что-то мне плохо, я сразу вспоминаю, что я могу быть в театре, и мне становится... Блин, хорошая у тебя такая эта схема. Да. Но я почему скучаю? Я недавно посмотрел влог, короче, из Маринки, да? И еще посмотрел интервью продюсера одного, который с блогерами работает. И я подумал, блин, можно реально написать какому-то блогерскому продюсеру, который может договариваться с какими-то театрами, чтобы разрешали вот этот снимать блог. Потому что реально крутой пиар для театра. Я реально там снимаю, вообще плохого там особо ничего не говорю. Ну да, да. Только после того, как мне запомнили. Там я уже скажу. Там я уже скажу, да. Ну а так, реально, я просто подумал, такой формат живой. Все по нему скучают. Если бы какой-то реально продюсер или кто-то смог договориться с какими-то театром, было бы круто. Вот поэтому я вот единственное, почему я подумал, я бы вот так бы, я хотел прийти в театр, вернуться в какой-то... Ну не в Мариинский, конечно. Ну если только там руководство не поменяется. Вот. А так, конечно, с удовольствием бы вернулся, поснимал бы друзей, особенно если ты там всех знаешь. Поснимал бы, как они выходят на сцену, поболтал какие-то такие вопросы, задавал интересные. Прикольно, прикольно. Имеет место. Так, подожди, следующий вопрос. Смотрю, у меня тут на полу шпаргалка. Так. Скоро новые выпуски «Учитель-ученик». Это я от подписчиков? Нет, это я сам такой провокационный. Так, у нас есть два в запасе, которые мы видим. Вот. Ну это самое главное, я думаю, проблема не в, как сказать, не в придумывании и не в этом, а главное в нашей встрече. Ну да, да. Время все-таки... Занятые люди стали, блогеры. Ты мне писаешь, мне придется в июле приезжать в Мексику на полгода. Нормально. Полгода, это вообще... Потому что мы сейчас не успеваем все сделать. Вот. А так, вот наш дом двухэтажный. Красивый мексиканский дом. Вот там я работаю, да. Знаешь, все становится красиво, когда есть солнце. Да, да. Солнце кайф. Вот один раз был пасмурный день, и я такой, господи, это же Питер. А так вообще солнце-то просто все идет. Тени, ну да. Вот вроде разрушенный какой-то дом, часовня наверху, какая-то сломанная, странная. А красиво смотрится. Да, да. Зеленый. Цвета реально крутые очень. Реально. Было бы солнце в Питере, мне кажется, я бы был в сто раз продуктивнее. Угу. Так, ладно, финальный вопрос. Постарайся, как в Дуде, коротко отвечают. В чем сила? Да. А в Дуде говорят, Блиц отвечает не обязательно коротко. Да, да. Ну типа там обычно, знаешь, в чем сила? И там кто-то в правде. И там заставка вот эта крутая. Я тоже хочу эту заставку. Давай еще раз перепишем. В чем сила? Так, сейчас подумаю. Почему гости у Дудя так уверенно всегда отвечают, да? Ну типа они готовятся к этому вопросу. Да, просто. Они готовятся к этому вопросу. Давай будем. Сейчас, подожди, давай придумай. Придумаешь, и я типа заново сделаю. В чем сила? Сила, а солнце. Хорошо. Ну вот как-то так. Затянул у нас разговор с Муратом. Ну переходим к следующему вопросу. Все хорошо, но тема проституции в балете была раскрыта недостаточно. Мне кажется, это еще одна потенциально хайповая тема. Давайте повысим ставки. Знаете ли вы успешных балерин из действующих, которые обошлись без протекции? А как в этом вопросе обстоит дело с танцовщиками? К сожалению, нет. Все через постель. Да ладно, я шуткую так, не обижайтесь. Ну, во-первых, существуют разные формы протекции. То есть, например, это не обязательно что-то связанное с проституцией. Это может быть просто спонсор. То есть, конкретный человек, ему нравится, как ты танцуешь. И он просто готов театру давать деньги за то, чтобы ты танцевал. Просто так. Или, знаете, такой фаворитизм. Просто нравишься руководителю, и понятно, ты больше танцуешь. В этом нет ничего такого. Это все понятно. Все мы люди, и у всех есть какие-то приоритеты. Ну, понятно, что есть люди, которые упорным трудом, своим характером, каждый день доказывают, что они имеют место быть. Такое, конечно, тоже есть. Это без этого никак. Такие пахари, знаете. Прям душа радуется, когда видишь пахаря. А с танцовщиками? Ну, такая же ситуация. Есть много путей развития. Понятно, что когда тебе помогают, это все проще становится гораздо. А если нет, то поши и работай. Ну что, переходим к следующему вопросу. Здравствуйте, Олег. Расскажите, пожалуйста, о балетных приметах. Особенно о приметах перед выходом на сцену. Ну, давайте припомню какие-нибудь. Плохая примета, если ты вышел не стоя ноги на сцену, если не ошибаюсь. Нельзя фотографироваться перед спектом. Потом, когда тебе зашивают костюм, нужно взять нитку в рот. Обязательно перед выходом на сцену нужно по ней постучать или хотя бы прикоснуться. И еще можно пошептать в балетные туфли что-нибудь такого хорошего. Если честно, я достаточно суеверный человек, но почему-то не в балете. Меня это как-то миновало. Я этими вещами не пользуюсь. Если так поразмыслить, это на самом деле вещи, которые тебе просто будут усложнять жизнь. То есть, чтобы хорошо станцевать что-то, тебе нужно еще какой-то ряд вещей сделать, которые абсолютно не касаются темы, но их нужно сделать, иначе у тебя ничего не получится. Понятно, что это все делают, чтобы успокоить свою психику, вернуться в нормальное состояние. Но, если честно, не вижу в этом смысла. Так что и вам советую как-то от примет немного отстраняться. И так все сложно в жизни и в балете. Зачем еще усложнять? Идем дальше. В балет часто приходят и спортивные или художественные гимнастики. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то разница у артистов балета с гимнастической подготовкой по сравнению с артистами ее не имеющих? И вопрос. Цискоридзе не раз сетовала на отсутствие интереса у молодых артистов балета к мировой культуре, небольшому кругозору и нелюбви к чтению. Как у вас дела с самообразованием? Спасибо за вопрос. Давайте по первой части сначала. Понятно, что подготовка любого рода, наверное, играет только в плюс. Но есть такая тенденция, что у детей, которые занимаются сначала спортивной или художественной гимнастикой, есть какая-то закалка, внутренний стержень. Это, наверное, какое-то спортсменское качество. Но в балете оно нужно, чтобы рьяно доказывать, что ты именно на своем месте. Ну плюс, чем раньше мы начинаем разрабатывать свои суставы, связки, тем они в итоге будут лучше. Потому что в детстве это все гораздо проще. Соответственно, если ты начал это делать в 6 лет, наверное, к 12 у тебя уже какой-то прогресс есть. А некоторые дети в 12 только начинают. И понятно, они будут проигрывать тем, которые уже хоть что-то допонимают. Теперь про самообразование. Не знаю конкретно, по какому критерию судят, насколько человек образован или нет. Не думаю, что дело в сколько у тебя высших образований. Но скажу точно, что я довольно любознательный. То есть, если меня затягивает какая-то тема, я начинаю в нее погружаться и изучать. Книги же читаю только по позыву души. Не люблю себя заставлять читать конкретно, потому что это ни к чему не приведет. Если я себя заставляю, скорее всего, я эту книгу забуду через неделю после прочтения. Но если вдруг и вправду нахлынуло почитать какую-нибудь философию или билетристику, то я, конечно, всегда за. Люблю, когда у меня наступает такой период, но сам себя я не заставляю. Идем дальше. Какие у вас у балетных красивые руки, кисти? Вы задумывались о профессии педагога? Не сейчас, возможно, в будущем. Привлекает ли вас это? Большое спасибо. А по вопросу, я конкретно для себя решил, что не буду педагогом в школе. Это 100%, потому что, мне кажется, это немного неблагодарная профессия. А вот в театре я бы еще подумал. Мне кажется, это интересный процесс с учеником, подготавливать какую-то партию. Не только элементы, а еще и сюжетную линию, все это продумывать. Какие жесты, какие переходы. Тут немного более, мне кажется, для фантазии работа. Но тут скорее трудности, как ты на эту работу попадешь. Чаще всего бывает так. Ты работаешь в каком-то театре, работаешь в нем всю жизнь. И когда у тебя уже наступает миссионный возраст, тебе предлагают работу педагога или хореографа, не знаю. И вот чаще всего это именно так и бывает. За выслугу лет, как говорится. Ну а сейчас я очень часто практикую формат мастер-классов в Москве, в Петербурге. И мне это очень нравится. Даже, может быть, как-то это все более официально. Может быть, какой-то свой зал открою. Если что, ссылка на инстаграм в описании. Я там делаю анонс. Почти каждую неделю провожу урок. Вы тоже можете легко попасть туда. Ну а мы идем дальше. Есть ли у тебя какие-то кумиры среди балетных, на которых ты равнялся в детстве или же сейчас равняешься? Ну, я думаю, классикой такого ответа это будет Михаил Барышников. Он на самом деле и вправду легендарен. Я вот пересматривал только недавно его видео. Как на тот момент, когда балет был совершенно другим, настолько чисто танцевать? Как можно настолько опережать время? Он просто задал вектор того, как мужской танец балетный в итоге начал складываться. Он, конечно, феноменальный. У меня даже небольшая мечта есть, наверное. Я бы хотел с ним увидеться. Дальше не буду какие-то конкретные фамилии называть. Просто скажу, что сейчас довольно сильно развивается мужской балет. Сейчас есть очень техничные танцовщики, чей танец поистине завораживает. И это круто, что уровень растет. Есть к чему стремиться. Ну, давайте идем дальше. Что вы знаете о Новосибирском театре оперы и балета? Были? И если есть рейтинг театров, то какое место унуват? Интересно, это вопрос от жителя Новосибирска или от артиста Новосибирского театра? Честно, там ни разу не был. Так что конкретно не знаю. Но много раз слышал, что если не брать сцены Петербурга и Москвы, то Новосибирск, наверное, типа третье место. Во всяком случае, так было. Сейчас я не знаю. Да и раньше не знал. Я просто слышал что-то такое. Там хороший репертуар, есть очень талантливые танцовщики. И сейчас там руководитель Леонид Сарафанов. Бывший премьер Мариинского театра, легенда. Вот эти дубли его фирменные. И я взял на самом деле этот вопрос, потому что у меня есть интересная история. Когда я уволился из Мариинского театра, потом я поехал работать в Пермь. Потом я уволился из Перми и приехал в Театр Станиславского сюда, в Москву. Я проработал буквально неделю, и мне на WhatsApp поступает смс-ка, типа «Привет, это Леонид Сарафанов, давай созвонимся». Чтобы вы понимали, это просто кумир моего детства. Да, это вот к тому вопросу. Вот туда тоже можно Леонида Сарафанова. И, в общем, мы созвонились, и он мне предложил пойти к нему в театр. Это было вообще крайне неожиданно. У меня так билось сердце просто от разговора с ним. Очень смешно, что он сказал, типа «Я знаю, ты оттуда уволился, отсюда уволился. Приезжай ко мне, отсюда тоже уволим». Но, к сожалению, я был вынужден отказаться, потому что у меня уже немного поменялись приоритеты в жизни. И после, конечно, Перми я понял, что провинциальные города – это не для меня. Я туда больше не ногой. Надеюсь, Леонид Сарафанов не обидится, что я его упомянул. По-моему, ничего такого не сказал. Надеюсь. Ну, следующий вопрос. Спасибо за видео. Вопрос. Можно ли в 23 года после 7-летнего перерыва в балете полностью вернуть форму? И возможно ли достойно подготовиться к любительскому конкурсу балета? Мне кажется, это очень индивидуальный вопрос. Все зависит от того, какие податливые связки, суставы. Не уверен насчет прям былой формы и какой-то прям идеальной, но всегда можно к какому-то пику прийти. Очень интересно, что слово «пик» рифмуется со словом «тупик». 7 лет – это, конечно, много, но я думаю, все в ваших силах. А про участие в любительских конкурсах, я думаю, можно просто найти, чем ты можешь взять. То есть, условно, если даже это не какое-то хорошее или чистое исполнение, всегда на самом деле смотрят на то, как ты подаешь свой материал. То есть, харизма, какие-то движения вот конкретно, даже самые простые, как ты их выделываешь. Главное, на самом деле, с умом подходить к материалу, а не просто, типа, канонично, вот есть какая-то вариация, вот ты ее делаешь от и до. Конечно, многие скажут, что вот традиции, вот только так и никак иначе. Но я, если честно, немного другого мнения об этом. Мне кажется, вот есть какая-то вариация, и ты должен максимально под себя ее, чтобы ты максимально выигрышно просмотрелся и максимально смог передать энергетику этой вариации, но с частичкой себя. В общем, желаю вам удачи. Держим кулачки. Ну вот, наша рубрика подошла к концу. Напомню, что вы можете оставить свои вопросы в комментариях, чтобы в следующем выпуске я ответил на них. Ставьте одобрение, подписывайтесь. И увидимся с вами в следующем ролике, который будет также через неделю. Я думаю, вы уже поняли, у меня каждую неделю в пятницу выходит видео. Пока!